Если ты не резидент страны, то тебе, соответственно, надо будет искать деньги на оплату обучения. Много университетов предоставляют. Если ты интересен им, то они могут предоставить тебе определенную сумму на обучение. Ну, я не знаю, всю сумму вряд ли, но процентов 50 они могут скостить, но в любом случае. Ну, вот, например, мой сын, он поступил в несколько университетов. В одном ему предоставили 18 тысяч долларов в год, в другом 25, но дело в том, что стоимость обучения в вузах США, она, ну, в престижных имеется в виду, в частных, она где-то в приличных около 50 тысяч долларов. То есть, получается, ему еще нужно где-то 30 тысяч долларов найти и доплатить за этот год. Вот такая ситуация. Ну, если университет государственный, ну, например, мы рассматривали в Атланте, государственный университет, там недорого, там где-то 7 тысяч долларов. Ну, конечно, каждый хочет, особенно если поступил, учиться в престижном. Вот. И если ты гражданин страны, или ты, у тебя есть грин-карта, официальный вид на жительство, то, соответственно, у тебя есть возможность получить эти деньги, часть денег. Если твоя семья не в состоянии оплатить обучение такое, ну, а в Америке таких семей не очень много, которые способны оплатить полностью обучение, ну, там с определенной суммы, то ты можешь получить деньги из федерального бюджета, потом ты можешь взять кредит, ну, то есть ты получаешь деньги на обучение из федерального бюджета, это без, потом ты не должен их отдавать, ну, какую-то часть. Но если тебе не хватает, ты можешь взять кредит. Кроме того, если ты живешь в каком-то штате и поступаешь в университет этого же штата, то ты получаешь HOPE, то есть тоже деньги от этого штата на обучение. И это может даже получиться так, что ты живешь, учишься, и благодаря вот этим деньгам у тебя еще остается какая-то сумма на карманные расходы. Ну, вот, например, в Атланте, Georgia Tech, там стоимость обучения 65 тысяч в год, но если ты резидент штата, то стоимость обучения для тебя 45 тысяч в год. Кроме того, ну, 20 тысяч сразу скостили, поскольку ты платил налоги, вот, или твои родители платили налоги. Но ты должен прожить именно в этом штате целый год. Многие люди даже специально выбирают университет какой-то и едут в тот город, в тот штат, и живут там год, прежде чем поступить в этот университет, чтобы было выгодней. А кроме того, кроме этих денег, тебе еще и штат добавляет деньги, добавляет стипендию. Кроме стипендий еще существуют гранты, и ты можешь взять, опять же, кредит очень выгодный. Вот, кредит на обучение в США брать, ну, выгодно, потому что обучение, бизнес и дом, в конце года тебе идет возврат налогом, по налогам, вот, по этим вот трем статьям. Если ты взял кредит на обучение, на бизнес или на дом, то тебе возвращается какая-то часть из выплаченных тобой налогов. Вот, я посмотрела по поводу кредитов на обучение. То есть кредиты такие, такие, что ты не выплачиваешь его сразу же, пока ты студент, а условия очень хорошие. То есть ты выплачиваешь только тогда, когда ты получаешь зарплату. И ты выплачиваешь не больше определенного процента, 25, что ли, вот, за этот кредит. Ну, 20-25 разные кредиты. Не больше определенного процента от твоей зарплаты, от твоего дохода. Кроме того, если ты в течение 20 лет не погасил этот кредит, причем с каждым годом он меньше и меньше и меньше, ну, птичка там вот, птичка летает. У нас тут, у нас тут вот птенцы живут. Вот, значит, если ты в течение 20 лет не погасил этот кредит, то он просто аннулируется. Еще есть очень хорошая, очень хорошая возможность, чтобы за тебя кто-то оплатил твое обучение. Это, когда оплачивает армия. Если ты поступил в американскую армию на службу, то в момент, пока ты учишься, в момент, пока ты служишь, то есть американская армия тебе оплачивает твое обучение. Ну, вот, и кроме, помимо других льгот. Если ты закончил служить в армии в американской, то американская армия, ну, и решил потом поступить, американская армия оплачивает тебе только часть обучения или предоставляет очень выгодный кредит. Вот, что тоже, чем тоже американцы очень часто пользуются. Многие служат в армии, там, по контракту, там, от трех до шести лет, по-моему. Вот, но еще большая часть людей выбирает служить в резерве. Что такое служить в резерве? Это, значит, иметь все льготы американской армии, получать зарплату, получать медицинскую страховку, получать оплату за обучение твоего университета, еще продукты получать, ну, в общем, много чего. Тут военных очень любят и ценят. Но служить только по субботам. В общем, здесь, в каждом городе, вокруг или внутри находится база, ну, или центр, то есть не база, а центр, ну, в общем, здание, где ты можешь приходить в субботу и служить в этой армии. То есть везде, всю неделю ты учишься или работаешь, и только в субботу приходишь и служишь. То есть тратишь один день в неделю на службу в армии. Да, кстати, если ты поступаешь в американскую армию, то ты автоматически сразу же, в этот же день, ты получаешь американское гражданство. Но теряешь российское гражданство. Вот. Такой вот выбор. Мой сын сказал, что он российское гражданство терять не хочет, поэтому в армию не пойдет. Оплата за университет. Что это включает? Это включает не только оплату за обучение, это включает также проживание, питание, транспорт. И кредит, соответственно, дается тоже на всю эту сумму. И стипендия, и вот все эти гранты, и льготы, и помощь дается на всю эту сумму. Плюс точно так же даются еще и учебники. Вот. Если у тебя нет гражданства или ты не подал на все эти вот гранты, стипендии, помощи, то тебе придется платить самому за учебники. Тебе придется, помимо этой большой суммы, платить самому за лабораторные работы. Ну, в общем, за все это. Так что выгодно очень быть резидентом штата. И учиться именно в этом вузе, в каком ты резидент. Вот. Такая вот история. Да, кстати, вузы отличаются от наших. Мы ездили в Атланту, и там, например, Джорджио Тек расположен в центре города, в самом центре. То есть, и общежития расположены тоже в самом центре города. Это такой городок, очень уютный. Общежития очень, тоже выглядит очень прилично. И циркулирует такой вот автобус университетский, который довозит тебя, забирает тебя прямо дома и довозит тебя до нужного тебе в университете места. Это очень удобно. Вот я помню, как я в России, значит, училась в университете, в Бодморцком. И ездила на трамвае вместе со всеми работающими людьми. Вот. Я бы, конечно, предпочла, чтобы меня лично, как студентку, забирал автобус, чтобы ехала только-только со студентами, не в толкучке в этой ужасной. Вот так. Ну, и причем в центре города. Красота. Ну, может быть, мы поедем в Атланту, я там засниму вот эти общежития, как раз, как они выглядят. И сами корпуса, здания тоже. Вот. Конечно, хочется учиться где-нибудь там. Ну, вот государственный университет тоже в Джорджии, в Атланте. Там, по-моему, нет общежитий вообще. То есть, там нужно будет искать, где жить и так далее. Но там и цена, соответственно, 7 тысяч. Вот. Если у тебя нет возможности найти эти деньги, то куда деваться? Ну, в смысле, деньги за обучение в в негосударственном вузе, или ты, допустим, не поступил туда, не прошел по баллам, вот, то тогда можно учиться там, где попроще. Ну, вот, вроде бы все. Ладно. Все рассказала про поступление. Ну, ладно. Всем пока. Всем хорошего дня.